Подмосковье продолжает замерзать. Отопления нет в некоторых районах Москвы и Московской области по-прежнему. Накануне вечером стало известно, что Владимир Путин взял ситуацию с отоплением под свой личный контроль. Но вот и все думали, какое же решение в итоге предложит российский президент. А и вот в итоге Путин сегодня решил национализировать Климовский специализированный патронный завод в Подольске. На котельной этого завода как раз и произошла авария. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Но вот, как говорится, в любой непонятной ситуации ищи актив, который можно национализировать. Так поступает российское государство. Напомню, что после прорыва теплотрассы в Подольске без отопления и горячей воды остались более 170 многоквартирных домов и больница в микрорайоне Климовск. Сейчас в городе действует локальный режим чрезвычайной ситуации. Как теперь уже утверждает Воробьев, котельная Климовского завода, которая отапливает 22 тысячи человек, цитата, «управляется из рук вон плохо». И на самом предприятии, цитата, «практически отсутствовал квалифицированный компетентный персонал». Конец цитаты. Но о национализации завода дело не ограничилось. Накануне Следственный комитет задержал директора завода, начальника котельной и заместителя головы городской администрации Подольска. Из-за прорыва теплотрассы в городе следователи возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Еще одно дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Но аварии тем временем продолжаются. Утечка на теплосети от котельной произошла также в Дмитрове, тоже Московской области. Об этом сегодня сообщил глава города Илья Поначевный. Подача отопления и горячей воды была остановлена. И жители еще одного подмосковного города, Воскресенска, опубликовали обращение к Путину. Проблема все та же – отсутствие отопления. Мы мерзнем, не то слово, мы замерзаем. Мерзнем – это сказано так, сами, мы замерзаем. В квартирах температура 11-12, на данный момент у меня температура в комнате сейчас 6 градусов. Вот скажите, как вот можно выживать при такой температуре? Это слов нету. Я хочу сказать, мы не живем, а существуем. И поэтому просим руководство обратить на наше внимание, на наши проблемы. По прогнозам синоптиков, к середине недели в Москве и области потеплеет до минус 2, но к выходным вернутся морозы до минус 18. В других регионах России с отоплением тоже проблемы. Как сообщает «Интерфакс», в Екатеринбурге отопление ограничено более чем в 300 домах, а также в пяти школах и двух детских садах. Когда в домах появится тепло, обсудим с бывшим муниципальным депутатом Москвы Дмитрием Горчаковым. Дмитрий, здравствуйте, спасибо, что к нам вышли на связь. Здравствуйте. Вот ваш тезка Дмитрий Песков объяснил сегодня кризис с отоплением в ряде регионов, аномальными морозами и износом системы ЖКХ, на ремонт которых требуется время. Вроде бы, знаете, такой дежавю возникает, что Дмитрий Песков каждый год что-то подобное таким же образом объясняет. Насколько удовлетворяют вас эти объяснения сейчас? Ну, с первой частью, касаемой аномальных морозов, я не согласен, потому что, ну, зима, она есть всегда. В Москве морозная зима, допустим, была в 2010 году и как-то пережила. Вот. Касаемо время, да, ну, да, здесь... Я просто вижу в этом несколько другие проблемы, нежели только то, что обозначил Дмитрий Песков, что само по себе уже странно, что ситуацию комментирует Дмитрий Песков. А вот расскажите, расскажите о вашей точке зрения, что вы видите в этом? На мой взгляд, я считаю, что эти системы не занимаются, а занимаются только обслуживанием сетей и не занимаются планомерной их заменой. Я считаю, что действительно идет программа, недофинансирование программы. Ее нет, поэтому идет недофинансирование. Зачастую присутствует формализм, в том числе и при обслуживании ежегодным летом магистральных трубопроводов. То есть, ну, как бы, чиновник обязан отчитаться, на земле должен отчитаться. Он не может не отчитаться. Положительно, если он не отчитается, он перестанет работать. То есть, например, в Москве в ряде районов подготовка к зиме должны были отчитаться районы еще в июне месяц. Хотя зима только через полгода после этого. О чем-то тогда говорить. И если они не отчитаются, опять же, они не могут не отчитаться. И есть еще одна проблема, вот в том числе я знаю, что есть такая проблема в Москве, я полагаю, что есть в других регионах. Есть просто трубопроводы, у которых нет хозяина, они никому не принадлежат. То есть, грубо говоря, ту часть, у которой есть владелец в Москве, ее обслуживают, а есть те участки, которые, они ничьи. И зачастую они расположены в подвалах многоквартирных домов. И там только аварийное обслуживание, то есть только при прорыве их никто не меняет. Сейчас вот вроде начали этим заниматься, но, опять же, последние пару-тройку лет в Москве этим вопросом занимаются. Ну, как раз вот, как раз те активы, которые надо бы национализировать, но вот государство предпочитает национализировать вот этот вот Климовский завод. Дмитрий, скажите, правильно я понимаю, что сейчас череда аварий, в принципе, может продолжиться именно потому, что проблема системная? Это вопрос, что мы считаем продолжится. Информации об этом, я думаю, что будет меньше, а продолжится, да, конечно. То есть будет что-то взрываться на теплотрассах? Если будут морозы, если будет нагрузка повышенная, то да. Просто, например, Москва хорошо сейчас вроде переносит эту ситуацию, но в Москве действительно в этом году, на мой взгляд, затяжные морозы. Был в декабре, сейчас вот январь тоже. А так, да, я думаю, что будет продолжаться ситуация. Зима холодная, и просто не выдерживают сами теплосети из-за нагрузки. Из-за своей изношенности они не выдерживают. Есть ли в системе ЖКХ сейчас проблема нехватки квалифицированных кадров? И обострилась ли она за последние два года? Я не знаю, что происходит с точки зрения баланса держателей, но с точки зрения квалифицированных кадров, я думаю, что сейчас очень большая проблема. И она возникла далеко не в прошлом году в связи с мобилизацией и прочей истории. Она возникла еще до этого, потому что, опять же, есть проблема с заработной платой, есть проблема с квалифицированными сотрудниками, есть проблема с системой. Опять же, нельзя сказать, что нельзя... То есть ты должен отчитаться, что все хорошо. Ты не можешь отчитаться, что чего-то не хватает и что-то плохо. Наверх. То есть правильно я понимаю, что мобилизация в этом случае не повлияла на ситуацию? Мобилизация повлияла, потому что она началась раньше. Она могла усугубить ситуацию. Что именно и квалифицированный персонал, и неквалифицированный каким-то образом, ну, понятным образом... Ну, во-первых, из обслуживающих организаций проще призывать. Во-вторых, многие, это не касается мобилизации, но, опять же, из Москвы система ЖКХ очень многих людей отправили на работу на восстановление Донецка и прочих городов. То есть их и так не хватало, и балансодержатели, и так далее. Мы очень много отправили туда и техники, и квалифицированных сотрудников. А как и других-то нет. Понятно. На освоение оккупированных регионов. Как в этой ситуации быстро может быть решена проблема? Как быстро удастся власти вернуть электричество и тепло в дома? Ну, я не знаю. Я думаю, что это от региона к региону зависит. И от масштаба бедствия, и от количества, опять же, сотрудников и так далее. Я думаю, что ввиду того, что на федеральном уровне этим вопросом занялись, сейчас подключатся всевозможные там и «Газпромы», и прочие компании, и найдут и технику, и людей, чтобы залатать дыры. Но здесь же проблема в том, что это просто залатание дыр – это не решение проблемы. Это решение сиюминутной ситуации, но это не решение проблемы. Проблемой надо заниматься системно, и это намного лет этим заниматься. Иначе через год все повторится опять и вновь, да? Через год, и просто каждый год будет повторяться эта ситуация. И причем все хуже и хуже, да, будет, судя по всему? Ну, не обязательно. Она может быть на том же самом уровне. Просто вопрос количества денег, количество работы, которую делаешь. Может быть, это будет там что-то меняет совсем аварийное, но то, что сейчас не аварийное, пришло через 5 лет в аварийное состояние. Но это же мы никуда не ушли от этого. Это как было в конце 90-х, как было в начале нулевых. Это все то же самое. Просто вопрос информации, которую мы будем иметь, и доступность этой информации. А так, может быть, это не будет. Все будет хорошо. Все будет хорошо.